В общем, сейчас мы попробуем, на что способен новый мерседеский пикап X-класс, X350 дизель, V6, 258 лошадок Очень классная машина, очень хорошо себя показала сейчас на дорогах Но вот сейчас попробуем проверить, на что она способна на бездорожье Итак, проверяем систему спуска с горы, как она работает, этот ассистент Система помощи при спуске и подъеме работает отлично Я не прикасался вообще никаким педалям Сейчас на пониженной передаче в режиме драйв мне ничего не пришлось делать самому Давайте попробуем заехать Заехать, я думаю, тоже без проблем Давай Хорошо копает Но все-таки это тупиковый путь, наверное Противобуксовочная система, в принципе, справляется со своей работой Тем, подойди поближе Противобуксовочная система, в принципе, справляется со своей работой Она здесь чрезвычайно хорошо работает Но у нас перекачаны шины и не хватает степных свойств Поэтому, собственно говоря, никакая электроника не может преодолеть резину Попробуй, может быть, заблокировать все и блокировку У нас же есть задняя блокировка Я попробую сейчас включить блокировку заднего моста То есть заднего дифференциала У тебя режим оффроуд стоит, да? У меня стоит сейчас режим оффроуд, но это неважно При включении заднего блока Отключается все, даже АБС Так, ну попробуем По-моему, я ее включил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки на подъеме чистая физическая, то есть механическая блокировка заднего дифференциала Оказалась более востребованной и справилась с задачей Кстати, спускался я сейчас на первой пониженной Этот Mercedes позволяет не полагаться целиком на электронику А позволяет применять старые джиперские приемы Но есть одна нехорошая вещь Блокировка после нагрузки выключается с трудом Для того, чтобы выключить ее, мне пришлось проехать вперед, назад, несколько раз Так было еще на дореформенной наваре То есть до 2014 года И это не первый Mercedes, на котором я замечаю ту же самую штуку Блокировка и выключение, именно выключение режима Работает не очень хорошо К сожалению, вот это традиционный ниссановский недостаток Перешел по наследству, похожий к Mercedes Но, может, мы проверим еще несколько машин Может быть, это и не так часто случается Попытка развесить для фото Есть вывес? Нет? Нет Блин, ну что ж такое? Подвеска довольно длинноходная Тут все катаются В общем-то уже здесь до грунта сняли Все, снег Поэтому довольно легко все происходит Ход подвески пружинной задней подвески Очень большой Поэтому вывесить чрезвычайно сложно Вот даже на таком подъеме При совершенно неправильном ракурсе Все равно он не вывесился Сейчас попробуем на бугре через колею Попробуй с той стороны гриф Попробуй Да, то есть Тут нужно что-то посерьезнее, чтобы вывесить Действительно ход подвески внушает Снега много, а на самом деле под снегом все ровно И тут не вывесился И тут не вывешивается Сейчас еще разочек попробуем Попробуй, гриф Бамперами он не бьется? Нет Вот немножечко было Вот чуть-чуть вперед еще Тут надо просто немножко с разгончика Возьми левее А у тебя коробка в спорт? Нет, коробка Вот чуть-чуть есть Ну вот так и снимай Не знаю, висит она или нет Но главное, что она едет Даже в таком положении Да, тут До того, чтобы висеть Тут еще очень далеко Да Ну вот такая машинка хорошая Попробуем сделать диагональное вывешивание Непростая история Довольно скользкая Видим колесики Соскарживают в боковом направлении Поэтому Колесо разгружается, но Не вывешивается полностью Вообще ход, конечно, у подвески здесь А теперь вставит? Нет Ход подвески большой Было, было Чуть-чуть было Во, во, ех